Приветствую вас. Я думаю, что крайне важно раскрыть значение того, что происходит между вами и парнем, потому что, мне кажется, что вы не понимаете. Для начала задайте себе вопрос. Для чего мужчина вас называет глупой и маленькой? Почему, называя вас глупой и маленькой, он с вами встречает? Ведь совершенно очевидно, что если я встречаюсь глупой и маленькой, то я кто? Я глупый педофиль, да? Вот. Но молодой человек себя таковым не считает, да и вы, в общем-то, ребёнком уже не являетесь. А значит, маленькой, как минимум, вы не являетесь маленькой в физическом плане. Да, у вас может быть незрелое поведение, но и у парня незрелое поведение, когда он ведёт себя подобным образом. Это очень важно понять. То есть, вы оба незрелы. Но парень это делает для того, чтобы вы себя принижали. Парень это делает для того, чтобы вселить вас в неуверенность в себе и чтобы возлиться за ваш счёт. Вот. Так что, здесь очень важно этот момент понимать. Просто посмотрите на то, какую выгоду мужчина получает от того, что он так вот вас называет. Вот. Вы увидите, вы посмотрите, он сразу всё поймёт. Это первое. Второе. Глупость. Глупость это очень субъективная оценка. Ну, вот, ну, вот само слово глупый, да, это очень, очень субъективно, потому что глупый может назвать абсолютно всё. Любую теорию, любое высказывание, любой аргумент, всё так вот, мы можем назвать глупым. Ну, просто потому что человеку не нравится. Вот. И ты глупо поступил? Вот как? Как я поступил? Ну, глупо. А как именно глупо я поступил? Что глупо в моём поступке? Ну, вот. Непонятно. Непонятно. Поэтому глупость это очень субъективная оценка. И проблема в том, что вы считаете оценку у своего мужчины важнее своей собственной. И вы находитесь в зависимых отношениях. В зависимых отношениях. там, что вы зависите, скорее всего, от своего мужчины, а он, в свою очередь, скорее всего, зависит от вас. Ну, я так думаю, что он, скорее всего, зависит от вас. Вот. Я в этом, безусловно, не уверен, но я так думаю. Я так думаю. Я думаю, что он зависит от вас. Зависит от вас. Вот. Поэтому первое, что вам нужно это прочитать просто зависит от вас. Второе. Я уверен, что вы боитесь одиночества. Я уверен, что вы боитесь остаться одна. Я уверен, что на своего парня вы смотрите снизу вверх. Вот. Ну, и так же вы реализовываете с ним вот что-то, да, он вам, ну, по сути, ему привязан. Вообще с нему привязан. Смотрите, вот, условно говоря, тот, что человек понимает под вашей глупостью и маленькостью, это как раз таки то, что вы хотите поумнеть и подрослеть. Для него. Вы не хотите это сделать, например, для себя. Может быть, для себя вам это не нужно. Даже. Вас, может быть, все устраивает. Но вы хотите, вы хотите это сделать для него. И вот именно потому что вы хотите это сделать для него, он и называет вас так. И до тех пор, пока вы будете делать, делать, ээээ, для него те вещи, которые касаются вас. Взрослеть, уметь, что-то делать. и так далее, он будет вас называть так всегда, и он будет прав, потому что вы находитесь в позиции ведомой, вы идете за ним, вы не идете вместе с ним, вы идете за ним. И, соответственно, у человека, который идет впереди, человек, который ведет вас, у него есть соблазн как раз-таки манипулировать вами, навязывать вам свою позицию, навязывать вам свои ценности и прочее, просто потому, просто потому, да, что у него есть такая возможность, и вы позволяете. И дело здесь не в том, что мужчина плохой, нет, и не в том, что вы плохая, нет, просто вот вы такие личности, все оба, что, ну вот что возможно такая история. Так что необходимо все-таки выстраивать границы между другом, вами и молодым человеком, да, выходить из состояния слияния, вот, и, в общем-то, двигаться куда-то уже в свою сторону и повышать свою самодостаточку. Вот, но это, Ирина, возможно в результате психотерапии, вы можете эту психотерапию пройти у любого специалиста, который вам понравится, который будет по душе. вот, и, собственно, вы очень быстро уже увидите результат. Но я хотел бы предупредить, предупредить, что мужчина вам может перестать в результате психотерапии, там же, ну, во-первых, во-первых, вы будете делать какие-то вещи, которые ему не понравятся, это будет вызывать у него сопротивление. И здесь наилучшим вариантом является то, если вы вдвоем обратитесь к психологу, вот. И вы сами можете просто понять, что этот человек, который является для вас, по сути, костылем, то есть просто костылем, то есть просто вот опорой на себя тратить, чтобы тепла жизни, а вы его не любите. То есть ставьте вы к нему привязанное, от него зовите, вы хотите быть с ним, но это не любовь. Это не любовь. То есть это не любовь, потому что вы себя не любите сейчас. Вы соглашаетесь с ним вот в том, что вы глупая и маленькая, вы соглашаетесь, вы хотите поумнеть подрослеть, там что он вам так сказалось, это означает, что своих собственных представлений о себе у вас нет. Если у вас нет своих собственных представлений о себе, значит, вы не знаете себя. Если вы себя не знаете, вы себя не принимаете, если вы себя не принимаете, вы себя не любите, если вы себя не любите, вы не можете любить другого человека. Как бы всё. Вот, поэтому, соответственно, единственное, единственное наше воспоминание, это на привязанность с такой психотическим поведением, когда один человек зависит от другого. Вот. И на зависимость, когда свои собственные желания вы реализуете через другого человека. Вот. Всё, как бы. Вот. Поэтому вы и сталкиваетесь с такой проблемой. Ну, не только вы, но и молодой человек тоже сталкивается с этой проблемой. Вот. Если вам, допустим, нужен такой мужчина, то ему, соответственно, нужна такая девушка. И вопрос в том, а, простите, почему, почему он выбирает такую девушку? Почему вот он говорит вам, что вы вот такая-такая, но при том, что вам всё равно продолжает, всё равно будет. Почему? Вопрос. И это отношения построены на страхе. У вас на страхе, что, там, человек уйдёт, а у него на страхе, что, страх, ну, например, соперничество, конкуренция, конкуренция, борьбы. Вот. Вот, в принципе, основания для проблем, они похожи, не так уж и размешиваются между собой. У них разная природа, вот. У них разные формы, но сами вот, сами вот, причины, они похожи. Поэтому, я и говорю, что вы можете вдвоём обратиться к специалисту и свою проблему решить. Если мы говорим о взрослении, вот про, поумнеть и глупости я говорить не буду, как я уже сказал, это субъективная история. Если мы говорим о взрослении, то взрослении означает формирование такой прослойки между тем, что надо, должен и тем, что хочу. Прослойка формируется через могу. То есть, есть вот категория хочу, есть категория надо, есть категория могу. Вот что из того, что я хочу. И надо, я могу. А? Могу. Что значит могу? Могу, это значит, можно сделать без вреда себе. Вот это взрослость. Но, опять же, вы можете к этой взрослости прийти сами, своим путём, естественным. А можете через психотерапию. Ну, где вас, собственно, научат этому делу, этому, этому. Где вас научат так, так вот себя вести. Вот. Я, например, могу вас научить, научить. Коллеги могут вас научить. Такая вот история. Вот. Обращайтесь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.